В ход пошла тяжелая техника. Гусеничный экскаватор разрушает возведенный фундамент. Это все, что успел возвести хозяин за 12 лет. Этот участок Сиитовы заняли еще в 2006 году. Получить землю законно во времена Украины было невозможно. Без газа, света, воды и документов постепенно возвели цокольный этаж и приступили к фундаменту. Сейчас Юнус Сиитов мирным путем договорился с застройщиком. Инвестор не обманул и выплатил материальную помощь. Мне компенсировали сейчас затрат, которые я здесь вложил. Не 100% получил. Слава Богу, что-то компенсировали, что-то получилось возвратить. А это уже второе строение. Здесь также владелец получил материальную помощь. Теперь они забудут о съемных квартирах, официально приобретут участки и построят дома. Одно строение было оценено 189 тысяч. Второе строение – сумма более чем 600 тысяч. То, что сейчас будет демонтироваться, как раз это фундамент на 600 тысяч оценка. Общая сумма выплат уже перевалила далеко за 20 миллионов рублей. При этом, как я уже говорил в своих предыдущих интервью, есть семьи, которые уже живут или в наших новых квартирах, или получили возможность приобрести себе новое жилье благодаря нам, благодаря тому, что мы активно работаем непосредственно с самими людьми. Законный владелец земли, крупный инвестор, уже приступил к грандиозному строительству большого микрорайона для 11 тысяч семей. Вместе с жилым комплексом «Крымская роза» вырастут садики, школы и спорткомплекс. Султаниста Каева, Эрвина Миралиев, телеканал «Милет».